всем привет вы на канале марина и цветочные друзья и сегодня показываю вам свои покупки сразу с двух выставок ну а как же без покупок ну вообще тогда зачем ездить на выставку покупки это заряд хорошего настроения конечно это лишняя заботы хлопоты но мы же на это согласны поэтому конечно покупочки должны быть прежде чем показать все подряд которые я сейчас для вас вот собрала на столе я расскажу вам о предстоящей выставке о выставке я знаю только об одной это в конце недели 7 апреля в горячем ключе так что горячий ключ на этот раз мы едем к вам воскресенье 7 апреля горячий ключ открывает нам свои объятья и мы приедем туда со своими цветочками приходите в гости адрес я посмотрю кто кого интересует конкретно место проведения пишите в личное сообщение я вам пришлю адрес и так покупочки сначала начнем с таких прямо малышей малышей это лантана если вы живете на юге то лантана для вашего двора просто необходимо она цветет в самую жару причем цветет беспрестанно до самых самых морозов соцветия у нее очень красивые часто двухцветные их много и выглядит лантана очень ярко жары не боится у меня много сортов с зеленым листом а с пестрым всего один и вот добавился второй вот это растение я не узнала оказалось что это альтернатера альтернатера отдать однолетник для сада ну или для горшочного озеленения то есть можно ее добавлять в компанию с кем-то она не боится густоты при посадке а можно выращивать как отдельное растение или просто высаживать в сад вот этот совсем малыш малыш это абутилон не знаю смогу ли я его вырастить но он прямо тоненький как просто мышиный хвостик а вот это такая жабка это пепперомия пепперомия которая называется green bubbles ну и вот такую розовенькую фуксию вы наверное если смотрели видео то успели заметить она случайно просто попалась мне в тот момент когда я снимала для вас видео она спряталась среди растений моя камера и и вытащила ну и конечно когда уже мне ее показала камера я не смогла без нее уйти розовые расцветки очень симпатично смотрятся показываю вам еще одну фуксию которая тоже была куплена на нашей выставке но они абсолютно разные покажу их рядышком вы сами убедитесь посмотрите не могу сказать какие цветочки и вообще уже давно говорю говорю не один раз говорила что если лист листики красивые то даже не так важно как цветет растение любуешься же тем что видишь а тут сразу видишь красоту поэтому уже о цветах не так много и думаешь вот такой с розовой пестротой бальзамин чик то же самое для приглушенного освещения бальзамины подходят очень сильно прямо таки летом цветущие бальзамин чеки в легкой полутени это вот прямо красота услада для глаз причем много бальзаминов не бывает чем больше бальзаминов тем лучше поэтому одним сортом я не ограничилась посмотрите они все разные это все махровые сорта таня привезла их на выставку они были но очень хорошенькие очень хорошенькие очень хорошенькие но вот я лишний раз убедилась что пока у нас еще во главе угла ароидная потому что очень многие посетители выставки покупали именно ароидные а такие красивейшие малыши бальзамин чеки и вот они еще были беликонии бегонии с огромными цветами они не очень активно расходились в добрые руки но я не дала его застояться поэтому бальзаминов у меня явно стало больше многие мне пишут а почему 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 нет у вас палистиаса один уже есть пестренький и вот в этот раз добавился еще один воздушный зеленый палистиас яркий и красивый ну не смогла удержаться купила прямо таки растения которым вот как я вам говорю часто что вот просто поставил и любуешься ничего с ним делать не надо только ухаживать за ним и любоваться какая бегония вот у меня терезает смутное сомнение мне кажется что это сциндапсус лесной но вот он был с подписью леди грин а возможно а вдруг правда это новый сорт поэтому поэтому очень интересно будет посмотреть каким он будет дальше из суккулентов пока я решила сделать передвижку но все таки вот не получилось и вот такую красу луя купила если вам видно на съемке то у нее просто глянцевые вот эти хвостики они просто отливают даже блестят на свету у меня есть похожие вертикальные красу лыну вот такой не было поэтому до такой купила австраликум лиза один из любимых сортов хвои которая которая у меня уже живет давно и если подобрать ее условия то она не капризничает и вот на этот раз вы видели наверно на выставке у людмилы вот такая хоя присутствовала это австраликум австраликум или вайт или альба не могу сказать не помню есть австраликум с чисто зеленым листом и я вот уже утвердилась в мысли что ее тоже при случае ее ее тоже куплю потому что красиво они смотрятся и хорошо растут лена мне принесла вот такую бегонию которую я уже покупала но залила ее это было зимнее время когда с водой нужно быть очень очень осторожным я переборщила с водой поздно это заметила не спасла ее она с красными цветами у меня есть похожий сорт с бледно розовыми цветами а это с ярким ярким красным цветком поэтому просто просто очень рада что она снова у меня и на этот раз буду с ней поосторожнее ну и вот вы спросите а как же с ароидными ароидных покупаю намного меньше весной все-таки мне хочется цветущих полян и ярких расцветок но совсем уж без ароидных тоже не обходится дело в моей коллекции появилась вот такая солнечная агланема солнечная потому что лист у нее с таким количеством желтого цвета что она кажется просто сияет куплена на выставке на нашей местной на нашем местном рыночке в славянске вот такая агланема куплена у людмилы кстати вот местные любители цветов не проходите мимо агланемы у люди самые разные вот это с крупным листом название не могу сказать сейчас спрошу есть много и других и агланем и других интересных растений люда прямо в самом начале ряда цветочного я думаю что вы мимо не пройдете потому что у нее много интересных комнатных растений так что заглядывайте на наш рыночек центральный по улице красной обязательно пройдите по цветочкам я уверяю вас что увидите много интересного ну и завершает мой показ знакомьтесь Рудольф это диффенбахи которые по моим же словам если вспоминать о чем я говорила что я уже все все не покупаю но я не покупаю пока не вижу то что которое мне нравится как стоит мне увидеть еще какой-то сорт который привлекает внимание и данное слово отодвигается на следующий раз что ну все вот это была последняя дальше я уже точно точно не покупаю я показывала вам эту диффенбахи в обзоре и говорила что у нее каждый лист окрашен по-своему и общее впечатление такое очень приятное ну я же помнила что я диффенбахи больше не покупаю поэтому ушла потом пришла говорю нет Люд мне нужно ее забрать потому что иначе она будет по ночам за мной гоняться во сне так что Рудольф тоже приехал в мою цветочную компанию друзей вот на этом все еще раз повторю что 7 апреля проводится выставка в горячем ключе ну и я надеюсь что местные цветоводы давно нас ждут мы тоже их будем ждать в воскресенье с утра и до середины дня до 3 или до 4 не помню точно но еще раз говорю кого конкретно интересует информация пишите в комментариях я напишу вам точно и время проведения и адрес но кто был в прошлом году вы уже знаете где выставка проводится так что приходите всего хорошего до встречи пока 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 пока